Хей-хей-хей! Добро пожаловать на канал Люцейка! Меня зовут Богдан и сегодня, ребята, будет самый тяжелый квест вот в этой игре, чтобы получить бесплатную вещичку. Знаете, какую вещичку я буду сегодня получать? Я буду получать вот этот блайзер, вот эту кепочку, черную кепочку Чиполи и посмотрите, я вошел в первые 5000 игроков, которые получили вот этот блайзер и это было очень тяжело. Смотрите, сейчас я открою свой аватарчик и посмотрю, Роблокс дал мне эту кепку или не дал. Итак, я открываю, вот она внизу, а вот она такая большая, красивая и очень-очень плоская. И знаете, что в описании написано на эту шляпу? В описании, я сейчас переведу на русский язык, написано, присоединяйтесь к виртуальной команде Чиполи с этой классической шляпой сотрудника Чиполи. То есть, эту шляпу носят сотрудники мексиканской сети Чиполи. И вот я в игре, а точнее я в пакете. И знаете, в каком я пакете? Я в пакете с чипсами. Да, точнее, я сам стал чипс-пакетом и сейчас я чипс-пакет бегу проходить этот тяжелый квест. Ребята, это самый тяжелый квест. Я еле-еле его прошел. Я сейчас подхожу ко входу и здесь стоит беленький человечек, а точнее все, что от него осталось. И он мне рассказывает правила, по которым надо здесь действовать. Правила простые. Надо пройти этот лабиринт. Но это не простой лабиринт. Это самый тяжелый лабиринт из всех лабиринтов, которые были до этих пор. И я, как всегда, по умняку включил правила правой руки. Я шел-шел, пока к ведьмочке не пришел. Постоял я сейчас на ведьмочке и смотрю, сверху кто-то прыгает. Смотрите, на заборе прыгает. Я запрыгнул и я тоже запрыгнул на самый забор. Это круто! И я сейчас думал, сейчас я быстренько по этой градке пойду, пойду, пойду. И я сверху все буду видеть. И у меня сначала это получалось. Я шел-шел. Дальше почему-то я не мог пойти. Только вот налево. А сейчас, ой-ой-ой, все, соскочил, соскочил и побежал. Я побежал. Волк меня не сожрал. Это хорошо. И я этим пакетиком начал идти. Ножек у меня нету, ручек у меня нету. Короче, ребята, пакетом идти очень тяжело. Очень тяжело, потому что он широкий и непроходимый. В узких местах им очень тяжело было управлять. Зато я опять съел авокадо и подскочил прямо на ограду. Да, можно с помощью авокадо вот так вот залазить и смотреть, куда же дальше надо идти. И я пошел к перчику. А перчик дает 10-секундную скорость. И я помчался. Я мчался, мчался, мчался. Я зацепил даже вот этот чекпоинт. Я примчался ко второму перчику. Съел второй перчик и обратно. Мчался, мчался. Повернул направо. И дальше встретил этого тыквоголового. Посмотрите, я таким пакетиком и мне тяжело пройти. Просто тяжело. И я, я наконец-то прошел. Я прошел, а здесь помидорка. А помидорка дает на 10 секунд невидимость. И я стал невидимым и пошел, 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 пошел. Но, как видите, нету вот этих монстриков, которые бы меня съели. А значит, помидорку я зря съел. Совершенно зря. Итак, иду дальше. Как всегда, тыковки с правой стороны загораются. И я тешил себя надеждой, что если я сейчас телепортируюсь, то по этим светящимся тыковкам я найду путь. Но, как же я ошибался. Как же я был неправ. Это я понял чуть-чуть позже. И сейчас опять иду. Как видите, меня сейчас авокадо спас. Потому что я чуть не нарвался на эту ведьму. Вот она на метле. И авокадо помогло мне подскочить на самую вышину, прямо до небес. И она меня не схватила, эта ведьмочка на метле. Я пока пробираюсь вперед. И сейчас, что здесь, здесь пока всегда очень длинные проходы, очень длинные туннели. Но я все время придерживался правила правой руки. Опять этот значок красненький. Опять этот чекпоинт. И я пробираюсь вперед. Кстати, очень хороший признак, когда вы видите тыковки, которые не горят. Если тыковки не горят, это означает, что вы в этом проходе не были. И это хорошо. Я шел-шел, пока в тупичок не пришел. Поворачиваюсь с этого тупика, разворачиваюсь на 360 градусов и иду дальше. Иду дальше. Здесь уже кто-то устал. Какой-то игрок стоит. Уже не знает, куда бежать. Уже запутался. И немножко отдыхает. Но ничего. Я пробираюсь вперед. Пробираюсь вперед. И что? И опять тупик. Посмотрите. Уже второй тупик. Я выбираюсь с этого тупика по правилу правой руки. Я иду, иду, иду. Третий тупик. Сколько же здесь тупиков. И как видите, я крутился вокруг вот этого игрока, который стоял в непонимании. Он, наверное, по кругу в эти тупики заходил, заходил, заходил. И подумал, все, замуровали его, замуровали. Но ничего. Я, как видите, вышел с этих трех тупиков и пробираюсь вперед. Пробирался я, пробирался. Пока я опять на этого тыквоголового... О, я видел и способ, с помощью которого можно проходить этих монстриков. Оказывается, надо попрыгать возле них. Когда прыгаете, он, оказывается, вас не сможет схватить. Надо, я думаю, попрыгать и мне, и пройти сквозь этого монстрика в следующий раз. Если, конечно, я его встречу. Я иду вперед. Я... О, вот, вот, вот. Смотрите. Вот он, вот он, вот он. Давайте я сейчас попробую попрыгать. Итак, я сейчас на себя его немножко заарканил. И я не успел прыгнуть. Он меня схватил. Короче, ребята, после того, как я куда-то телепортировался, как он меня схватил, я очень долго лазил. Ребята, я лазил минут 20. Я вам просто не могу показать это видео, потому что это скучно 20 минут показывать, как я блуждаю этими лабиринтами. Но в итоге я шел, 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 и склетика нашел. Я нашел склетика в самом центре этого поля. И, как видите, никого нету. То есть очень тяжелый сейчас лабиринт. Именно для получения вот этой шляпы. Подходите к этому склетику, общаетесь. И вот, первая вещь бесплатная. А вторая и третья вещь это очки. Они стоят по 15 робоксов каждой очки. Я сейчас беру эту бесплатную шляпу. В правом нижнем углу высвечивается бейджик. А значит, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok